Всем привет! С вами я, Оля Грейс. Снова я записываю на свой микрофончик. Эхо не должно быть. Кому кажется эхо, ну до свидания. Не нравится? Уходи и голубей своих забери. В общем, устраивайтесь поудобнее. Наушники в уши и пылесосим. Короче, как обычно, когда что-то делаем дома, уборочку, хочется музыку послушать или какой-то подкаст. Но я обычно рисую под подкасты. Так вот, продолжаем тему, что украинку удивило в России. Итак, квитанцию по QR-куду можно оплатить. Вот это меня удивило, потому что, например, в Украине только по реквизитам лицевого счета в личном кабинете банка. И то его еще как бы надо верный нужно найти, чтобы не в ту организацию деньги ушли. А то у них, например, надо в банке через приложение, ну как приложение, это веб-версия, хотя приложуха тоже есть, но там надо искать банк. Не банк, а, короче. Херсон облэнерго. Вот так вот. Сейчас там есть еще хоэк. Меня как-то женщина на хоэк послала. Я говорю, вы меня посылаете в национальный, отечественный. Она, нет, вам нужно на хоэк. Я такая, что такое хоэк? Я реально думала, она мне посылает на, ну, куда посылает на орган определенный. А она говорит, херсонский, энерго, что-то там. Хоэк, хоэка, вот так. Я так и не поняла, что-то с энергосбытом связано с электричеством. Но оно звучит, аббревиатура, конечно, знаете, как подразделение и как вот эта патрульная инспекция дорожных R. Что там? Ну, вы поняли, о чем я. То есть звучит максимально обзывательски. И я такая, куда мне посылают? В общем, в приложении надо было искать организацию. Я искала, смотрю, а их несколько. Я такая, а какую выбирать? И я менеджеров, монобанка доставала, говорю, помогите, помогите. Я не могу, мне плохо. Короче, мне помогили, пояснили, что да как. Ну, это заняло 40 минут. Они тоже такие, а правда, одинаковые данные. Что делать-то? В общем, 40 минут заняло. Мы отправили заявку и через неделю мне предоставили корректную информацию. И я уже смогла оплатить. Ну, короче, гемор был. А здесь я могу получить квитанцию. Если мне приходит оплата за электричество на почту, то я могу открыть эту почту, нажать кнопку, и мне перекидывается кабинет, куда я прикрепляю карту. А бывает, вот первую платежку, а это по мусору платежку присылают, и там QR-код. Можно по QR-коду оплатить. А еще мне в приложении Тинькофф видно, что уведомление на платежи. И вывоз мусора просит оплатить мусор. И я такая, о, аллилуйя, оплачиваю. И вот так быстро я оплачиваю. Ну, очень удобно, это классно. И здесь как-то система синхронизируется быстрее, чем, например, в Украине. Я в плане оплаты каких-то услуг. Здесь как-то это быстрее происходит. Следующее, что меня приятно удивило, если пропал свет, то аварийная бригада приедет. И диспетчер будет отвечать на телефон и подскажет, что, к чему и почему. Я сейчас поясню, почему меня это удивило. Когда в Херсоне пропал свет, я звоню и говорю, здравствуйте, адрес такой-то, такой-то. Пропал свет. Мне говорят, а вы счетчик свой проверяли? Я говорю, ну, вот же он передо мной. И что с ним? Я говорю, ну, пробки на месте, все хорошо. Ой, ну, вы одна позвонили, проблемы нет. Бросают трубку. Я такая, в смысле? Она что, офигела? Потом я опять звоню. Я просто помню, одна из первых просекла, что света нет. А там уже линия занята. А еще помню, были ситуации, когда пропадал свет, и я звоню. Они, типа, пропал свет, временное неудобство, и бросают трубку. Я такая, а поясните, что, когда? Или аварийка выезжает, ждите. И бросили. Как это так? И то непонятно, когда она приедет. То есть там с людьми не церемонятся, типа, пошел нафиг. Ты кто такой? Я сижу тут на работе, я не хочу работать, я хочу бесплатно получить свою зарплату. Про бесплатную зарплату это отсылка к 2020, когда учителя ничего не делали толком, а родители занимались детьми и обучением детей. Так вот, здесь же, если пропал свет, есть горячая линия. Конечно, мы ее не сразу нашли, эту горячую линию. Был момент, когда женщина нас отфутболила, говорит, по одному вызову мы не приезжаем. Я говорю, а если нас три дома позвонит? Ну тогда мы подумаем приехать. Я такая, вообще офигевшая, думаю, она что, из Херсона? Прям чувствуются херсонские корни в этой женщине. В общем, нам потом дали номер, куда реально надо звонить, это диспетчер, а нам никто не давал номер. И интернет не выдавал. А нам как-то, знаете, надо было тыкаться-ныкаться, тыкать-знать сколько, чтобы потом нам соизволили дать контакт. Я такая, спасибо. В общем, позвонили мы в эту аварийную службу, знаете, ночь. Я звоню. И вежливо отвечает молодой человек и говорит, здравствуйте, да, хорошо, фиксирую, будет выезжать бригада. Я такая, хорошо, спасибо. Или мы звоним, говорим, здравствуйте, нет света там-то и там-то. И он говорит, да, есть плановые работы, там где-то что-то сломалось, я зафиксировал, что у вас тоже нет света. Они постараются это проверить и починить. Но они там работают, я им сообщу, они будут в курсе, и все будет хорошо. Я такая, спасибо, так приятно. А еще, когда у нас, ну у нас долго не было света, у нас когда-то трое суток вообще не было света. Ни воды, ни приготовить еду, только печеньки кушать приходилось. Не помыться вот это грязные, потные летом, летом без света. А свет, у нас все электрическое в доме. Ну хорошо, хоть это не зимой. Зимой-то котел вырубился, потому что он электрический, и мы замерзнем. А летом, ну, просто будем тосковать по еде домашней, тепленькой. А так без еды можно долго жить. Так вот, мы ждали бригаду, и нам сказал менеджер, ждите, они приедут, только вы не ложитесь спать. Нужен ключ, чтобы открыть на улице этот счетчик. Мы не спим, но я засыпаю. И говорю, мама, я уже не могу, я хочу спать. Мама такая, держись, нельзя. А уже час ночи, а мы мучаемся, мы такие уставшие были. У нас был не самый лучший период жизни, надо было кучу всего делать, куда-то ездить, вымотанные. И мама говорит, ну, хочешь позвонить? Я звоню и говорю, здравствуйте. Мы ждем аварийную, адрес такой-то такой. Нам сказали, что они приедут, но они так и не приехали. Уже час ночи, мы уже устали ждать, мы очень хотим спать. Когда они приедут? И что отвечает менеджер? А, да вы их так не сидите, не ждите. У них много работы. Они вот как приедут, они вот сделают. Типа они вам постучат или что-то такое. Думаю, ну если я буду спать, я же не смогу открыть дверь, я же буду спать как труп. Ну как это вообще? И он говорит, ну, вы ложитесь спать. А они приехали, знаете, когда? На следующий день, то есть утром, где-то в 10 часов, 10 часов дня. И ключик им не нужен был. А я вышла с ключиком и говорю, вот, возьмите, мужчина, ключик, чтобы открыть. И там три мужичка на аварийке приехали. Я такая, йоу, деловые, круто. А он такой, ну давай, хотя у нас есть свой. Я такая, в смысле, нам диспетчер на-ля-ля рассказывал, что ключ нужен, что мы должны открывать. Я такая, в смысле? А у них есть свой. Видать, диспетчер не в курсе, что у сотрудников есть свой ключик. Я такая, ну ладно. Но приятно было то, что они отвечают и поясняют, что там происходит. Приблизительно когда это будет. Если они не знают, когда, они говорят, ну, от нас это не зависит, но информация передана, и они реально работают. Я такая, ну спасибо, респект, мужики. Спасибо, саппортите, работаете. Спасибо. Так, что меня еще удивило. Акция 1 плюс 1 в магазине продуктовом. Прикиньте, 1 плюс 1. В Херсоне, чтобы 1 плюс 1, но было очень-очень редко. И то это на какие-то макароны с кетчупом. И то, знаете, как это акция 1 плюс 1 выглядела? Макароны, две пачки макарон. Сами по себе стоят, там, допустим, 10 гривен одна упаковка. И вторая упаковка стоит 10 гривен. И кетчуп, который они примотали туда, типа в подарок, 1 плюс 1. А тут бонусом кетчуп. И кетчуп отдельно там тоже где-то, ну, пусть будет 10 гривен. Это не настоящие цены. Я просто вам беру от балды. И типа все вместе оно стоит 35 гривен. Акция 1 плюс 1 подарок 35 гривен. 35. Но оно же самого себе по отдельности суммарно будет стоить 30. Ну, вы поняли. Люди велись на это. А я посмотрела, посчитала, я такая, кого вы обманываете? Я вас вижу насквозь. А здесь акция 1 плюс 1. Вы реально берете колбасу, которая стоит 200 рублей. И вторая вам идет в 50% скидка. Потому что я видела цену на эту колбасу и раньше. То есть тут надо мониторить цены. На йогурт, увы, уже акции нет. Ну, и я разлюбила уже этот йогурт. Что-то он удовольствия мне не приносит. Наверное, поэтому акции закончились на него. Но всякие ништячки, новиночки, которые мы не ели, мама иногда покупает. Потому что говорит, слушай, раньше на этой акции не было, а здесь есть акция. 50% скидка на второй продукт. Давай возьмем и съедим. И она говорит, я взяла, чтобы съесть. Ну, прикольно. Так мы, конечно же, узнаем о том, что есть какие-то вкусные продукты, есть какие-то невкусные. И, например, продукт, который стоил для нас, типа, ого-го, ну, типа, покупать то, что может не понравиться, и ругаться, что, ой, отдали деньги на ветер. А когда это стоит в 50% меньше, то это уже не кажется чем-то таким, типа, ну ладно, давай попробуем. Может, вкусно. И реально иногда оказывается, что очень вкусно. Так, что мне еще понравилось? Здесь на юге России очень-очень много разных птиц. Разных птиц, которых мы не видели даже в Херсоне. Например, здесь птичка. Ой, я забыла, как же ее зовут. То ли Сойка. Да, Сойка ее зовут. Она, ну, честно, я считала ее красивой, но когда она вблизи сырнула, я такая, фу, она некрасивая. Она сырет много. Воробьи поприятнее какают. А вот это вот она сыронула так. Я думала, хорошо, что я не так близко к ней стояла. Она же огромная, как корова на той ветке сидит. Я такая, фу, Сойка, мне не нравится. А ее точно Сойка зовут? Ну, пусть будет Сойка. Да, Сойка. В общем, потом еще другие были птички. Одна птичка была похожа на горехвостку, но это не горехвостка. И одна птичка была с хохолком. Я до сих пор не помню, как ее зовут, все время путаю название. И она бегает так, знаете, как я разведчик-лазучик. Пробежала-пробежала на стабилизации, как будто у нее стедик хороший. И она так стабилизировалась, пробежала раз, и медленно стоит, и медленно ходит. И такая с хохолочком, такая милашка. Ну, очень много красивых птичек, тех даже, которые... Имена которых я вообще не знаю, но это очень круто. Природа здесь крутая. Вот дятлов я не видела. У нас деревьев нет, чтобы дятлы на них садились. А я люблю дятлов. Теперь вы знаете, я фанатка дятлов. Если вы захотите подарить мне дятла, я буду только за. Только мама мне сказала, что они не выживут в домашних условиях, потому что им нужны деревья, им нужно летать на дальние расстояния. Поэтому я грущу. Но все равно я их очень люблю. Итак, для этого выпуска я уже прилично так наговорила. В следующем выпуске я вам расскажу еще кое-что интересное, что связано с госструктурами, которые в Украине, там, знаете, с ноги двери открывают. Типа, ты кто такой пошел отсюда? То есть на людей как на говно смотрели. А здесь очень уважительно. И о том, что это за организация, вы узнаете в следующем выпуске. Так что, если вы хотите узнать, что это, пишите, хочу знать. Я сомневаюсь, что кто-то напишет, но я правда старалась. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия видео. запись на микрофон, когда не слышно эхо. Да, я его тестирую. Я надеюсь, вы довольны. А то, как обычно, что-то сделаю улучшение, народ все равно «Оля, нам не нравится, ты плохая». Ну, плохая дверь там, все. А все, кто был рад меня видеть, вернее, слышать, увидимся, услышимся в новом видео. А еще можете зайти в наш телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Всем пока. Чао.